12 лет прожила в браке с мужчиной, и через 12 лет мужчина от нее ушел, но он говорит, я ухожу от тебя к мужику, это был шок. Ребят, здорово, на связи Шамшурин, и тема видео такая. Давно не говорили про секс, про женщин, про все эти дела, то есть, ну давайте прям пару слов. То есть, такое есть распространенное у девушек возражение, оно как бы звучит следующим образом, что если мы с тобой очень быстро сблизимся, то как бы якобы все будет очень плохо. То есть, у них есть какая-то внутренняя взаимосвязь в голове, что то, насколько быстро вы с ней займетесь сексом, оно обратно пропорционально качеству серьезности ваших отношений. То есть, чем быстрее, тем меньше шанс, что это будут серьезные отношения и так далее. То есть, это на самом деле неправильно, и у меня есть как бы примеры, причем жизненные примеры, и тех, и тех ситуаций, когда, например, парень долго ухаживал за девушкой, и там красиво дарил цветы, подарки и все дела, там все такое. Но, как бы там через 4 месяца после того, когда у них там все случилось, буквально прошел месяц, и все, и все развалилось. Ну то есть, как бы секс здесь ни при чем был. Причем, возможно, во многом из-за того, что что-то не устроило их, этих партнеров именно в интимном плане. Вот, и, ну давай, езжай, родной. Вот, и были моменты и случаи у меня в жизни, и вообще в принципе. То есть, когда, ну когда секс происходил буквально на первом свидании, там, или на втором, или фаст какой-то, и потом это все перерастало в серьезные длительные отношения. И прикол в чем, что мужчины тоже на, как бы подвержены этому стереотипу. Они какие-то, конечно, интересные ребята. То есть, я говорю о тех мужчинах, у которых проблемы с собственной личной ответственностью. То есть, ну давай назовем так, дала сразу, значит, типа там шлюха. По-простому там, не дала, значит, там динамщица, дура, тварь, там, и бла-бла-бла, и все эти эпитеты. То есть, подожди, мужик, а что тебе надо, как бы, ну где логика? Ну, то есть, вопрос в том, что нет там доступных, недоступных женщин, да, есть мужчины разные. Кого-то сейчас тошнит от мисс Мира какой-нибудь, он лежит с какой-нибудь Адрианой Лимой в обнимку, и думает, блин, ну как она мне надоела, то есть, что за стремная девка, сколько можно уже с ней. А кто-то сейчас смотрит, ну это уже сто раз говорено, то есть, кто-то смотрит на какую-нибудь Таню, Машу, Лену с соседнего подъезда, такую пухленькую, и думает, блин, боже, она мне никогда не светит, она мне недоступна. То есть, вопрос не в женщинах, а вопрос в мужчинах. Кстати, вот эти вещи можно говорить, ну, как бы, обрабатывать таким образом эти возражения девушек. То есть, как бы, у мужчин у самих с этим проблем, поэтому, как бы, нет понятия, дала, не дала, есть понятия взял, не взял. То есть, если ты мужчина, как бы, ну, прояви настойчивость, возьми то, что тебе хочется. То есть, не знаю, машину, квартиру, там, бизнес, какое-то достижение в спорте, все, что угодно, там, не знаю. Сделай какую-то, там, какую-то работу на свободе. То есть, возьми и сделай. То же самое с женщиной, как бы, и кроме тебя никто не будет. То есть, значит, дают это, дают зарплату, я не знаю, молоко на заводе, вон, на Жигулевской пила. Завод есть такой, где я работал раньше. То есть, за вредность дают молоко. Вот, и, соответственно, что делать, если девушка говорит, вот, если у нас с тобой быстро случится, все случится, значит, у нас не будет серьезных отношений, будет вот такая вот фигня и так далее. То есть, ну, как бы, можно. Естественно, еще раз, все возражения обрабатываются следующим образом. Ты подключаешь киностейчик, то есть, ты ее трогаешь, ты ее возбуждаешь, ты к ней прикасаешься. И, как бы, и параллельно ты объясняешь ей на словах, что нужно, как бы, и так далее. Смотрите, цель всего этого, еще раз, не для того, не в том, чтобы, не знаю, там, присунуть как можно большему количеству женщин или что-то еще. То есть, цель, в конце концов, найти там свою любимую женщину, не прощелкать ее из-за какого-то внутреннего волнения, из-за страхов, из-за ее возражений, из-за ее проверок, из-за того, что ты себе где-то что-то не разрешил. То есть, цель, цель вполне гуманная, ребят. Вообще, цель всего того, чем я занимаюсь, если кто-то еще не понял. Потому что прикол в том, что, да, когда девушки в большинстве своем узнают, чем я занимаюсь, они, как бы, приходится сильно попотеться, они отмораживаются, там, в какой-то степени. То есть, не знаю, учить женщин, как разводить мужиков, там, на подарки, не знаю, наебывать их, там, манипулировать ими, это нормально. То есть, учить мужчин быть мужчинами, как бы, это, в их понимании, нормально. Ладно, это мы отвлеклись. То есть, девушка говорит, слишком быстро нельзя, потому что тогда ты не будешь воспринимать меня всерьез. То есть, что можно сказать? Можно сказать следующее, что, вот, опять же, нет доступных, недоступных женщин, есть мужчины разные, вот эту историю рассказать, как свою. Следующее, можно говорить, что, как бы, ну, для того, чтобы, то есть, я понимаю и считаю, что нужно узнать друг друга, согласен, то есть, но, опять же, ты никогда не узнаешь человека полностью, пока с ним просто даже не поспишь в одной кровати, именно элементарно не поспишь, пока у вас не будет с ним какой-то, там, телесной близости. Плюс у меня, лично у меня, есть такой пример, это девушка из Самары, знакомая, которая 12 лет прожила в браке, ты можешь рассказывать это как свою историю, которая 12 лет прожила в браке с мужчиной, вот, и, как бы, через, у них общий ребенок и так далее. То есть, через 12 лет она от него, мужчина от нее ушел, но он говорит, я ухожу от тебя к мужику, это был шок для нее просто нереальный, то есть, все это время он был заднеприводным, он баловался под хвостик, то есть, а она об этом даже не знала, что он был там и вашим, и нашим. То есть, за 12 лет она даже нигде не додумалась, что этот чувак, короче, вот заднеприводный. Это к вопросу о том, что ты человека можешь не узнать и за 10, и за 12, и за 20 лет и так далее. Эти вещи тоже можно и нужно говорить. Следующее, что бы я еще сказал, что нужно рисковать, нужно пробовать, я бы сказал, что да, иногда парни ухаживают там по долгу, и это никак не связано сейчас, если я хочу сделать тебе приятное заняться тобой любовью, это никак не связано с тем, что я тебя как-то не уважаю или не ценю, или воспринимаю как доступную, недоступную. То есть, парни ухаживают по долгу, например, да, вот смотри, у тебя наверняка, ты обращаешься к девушке, был такой случай, что ты 4-5 месяцев за тобой бегал какой-то ухажер и все такое, а потом у вас случилась, ну, там, интимная близость, и ты вдруг поняла, что, блин, ну, тебе вообще не понравилось, потому что это все-таки немаловажная часть, немаловажный аспект. То есть, и что-то пошло не так, либо, может быть, у этого парня была просто цель, как бы, тебе присунуть, поскольку по-другому он не умеет, вот он, наверное, параллельно ухаживает за несколькими девушками сразу, и, то есть, он надеется, что когда-нибудь какая-нибудь из них сама там, не знаю, на него запрыгнет и так далее. Вот, можно такие вещи говорить, можно, ну, как бы, поэтому нужно рисковать, нужно пробовать, зачем тратить время друг друга. Следующее, нужно говорить, что вали все на меня, ответственность нужно переложить на себя. Проблема ваша в том, что, ну, как многие из вас даже до мелочей перекладывают ответственность на женщин, то есть, считая, что, ну, как, вы не понимаете до конца, ребят, что они никогда не будут брать на себя ответственность, это их нормальная женская природа, и в этом их винить нельзя. Перезвонишь мне тогда, когда сможешь, пишет девушке. Она ему, естественно, не перезванивает, ну, иногда перезванивает, ну, допустим, среднестатистическая штука, когда не перезванивает. Девушка, если перезвонит, она, если проявит, она, как бы, сама инициативу, она в своих собственных глазах, как бы, покажется легко доступной там, и она не хочет показать свой интерес к тебе. Она не перезванивает, пишет, ну, вот, как так, почему ты не перезвонила, бла-бла-бла, блин, ну, что за детский сад? То же самое, вали все на меня. Мы не должны быстро заниматься сексом. Нужно делать то, что хочется. Вселенная посылает какие-то возможности, нужно их брать. Тем более, если есть классные парни, с которыми можно делать все, что хочется, и при этом валить все на них. В данном случае это я, поэтому разреши себе, твоя задача просто не сопротивляться. Я еще раз говорю, ну, у меня нет цели заняться с тобой, там, сексом, у меня есть цель поделать какие-то приятности, массаж. И, как бы, через это переходите к более, как бы, тесному, глубокому общению. Это очень крутые штуки, это очень интересно, ребята. Оно потом помогает вам по жизни проявлять настойчивость. То есть, это учит гибкости. Не какой-то ломовой настойчивости, когда вы говорите, нет, я все равно свое там сделаю и так далее, башкой бьетесь в стену. А именно гибкость, когда вы откатываетесь назад, когда вы убеждаете человека, но не уговариваете. Когда вы настаиваете. То есть, это все должно быть настолько вот мягко и интересно. То есть, ну, как-то так. То есть, это всего лишь одно из возможных, там, наверное, почти 100, там, или скольки-то, там, 70, 80, там, 120. Ну, короче, огромного количества возражений, которые вы можете услышать от девушки непосредственно вот уже на каком-то свидании, и когда уже у вас идет активная кинестетика, перед сексом, в частности. Такая тема, ребят, еще больше возражений, еще больше вот этих всех фишек и тонкостей, и практики, и всего прочего. В моей книжке, которая уже давно продается, вы можете ее заказать, написав на почту внизу, что я хочу купить книжку. А также, ребята, важная новость для вас. 18 февраля у нас стартует групповой тренинг в Москве. Это будет большая группа. Это будет новый формат. Вести буду полностью я и два моих тренера, значит, Антон и Дима. И в чем новый формат? То, что мы специально пригласим на этот тренинг девушек. То есть, там, помимо парней, будет еще где-то 10-15 девчонок разного плана, разного возраста, разного характера, типажа и так далее, которые будут, ну, не то, чтобы проходить этот тренинг вместе с вами, но они тоже заплатят деньги, кстати, чтобы там поучаствовать, может быть, чуть меньше, чем вы. Но это будет очень круто, потому что здесь же сразу же будет, как бы, обратная связь от женщин. Это очень классная штука. То есть, вот такой формат теперь у нас будет проводиться, ну, наверное, чаще. То есть, и вот это вот дебютный такой формат. Значит, 18 февраля, ребята, групповой в Москве, потом я иду на бизнес-молодость, поэтому следующие два месяца точно никаких групп не будет. Успевайте записаться до 10-го числа, если я не ошибаюсь, да, до 10-го. Цена одна, значит, после 10-го ценник растет. Если нужна какая-то информация, почта внизу под этим видео, присылайте свой телефон, свое имя, только телефон, ребят. Мы не будем вам писать в почту, отвечать на ваши вопросы. То есть, вы присылайте телефон, мы вам перезваниваем и рассказываем все подробности. Успевайте, количество мест ограничено, 18-е уже не за горами. Увидимся на тренинге. Пока.